Я сейчас включу запись И теперь обратно к темам Значит, смотрите Прошу вас очень внимательно Всех посмотреть этот ролик Сегодня же вы можете стать очевидцами тестов 14-местного ЮНИБУСа В день посещения Мариной Горки Нашей съемочной группой Инженерами-испытателями подвижного состава Осуществлялась проверка Сборки резервных аккумуляторов На показания по пробегу Сегодня же вы можете стать очевидцами тестов 14-местного ЮНИБУСа В день посещения Мариной Горки Нашей съемочной группой Инженерами-испытателями подвижного состава Осуществлялась проверка Сборки резервных аккумуляторов На показания по пробегу Выяснялось соответствие расчетных показателей Полученным Говоря простым понятным языком Насколько хватит заряда батареи При движении в автономном аварийном режиме Кроме этого, проверялась динамика разгона И торможения ЮНИБУСа мотор колесами Производилась отладка гидравлической тормозной системы С контролем показателей и характеристик А также отладка, устранение неисправностей И проверка работоспособности всех систем транспортного средства В долгосрочной перспективе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Прошу прощения Прошу прощения, я выключал микрофон Сейчас есть звук, да Значит, придется повториться Я не случайно показал этот ролик Это ответ на вопрос тех людей Да, это нам всем присуще, что Хочется как бы все быстрее паровоза происходило, понимаете? То есть, ага, 2017 год, ага, лето Середина лета вроде бы Сертификация уже сделана Никто никогда еще не говорил, что сертификация завершится летом 2017 года Но мы это ждем, мы это желаем Процесс идет Теперь задают вопрос, а когда начнется сертификация? Вот этот ролик, четкий ответ Менее минуты или минута там с чем-то Он говорит о том, что идет сертификация Какого лешего там гоняют? Мне задают вопросы Когда мы увидим тотальную сертификацию? Пожалуйста, смотрите Мы этого не видели на экофесте На экофесте это и не место было, где сертификация показывается, дорогие друзья Потому что это очень серьезный процесс Идет запись, актирование всех показателей Так что давайте будем относиться к этому ко всему Компетентно, дорогие друзья Что тут угодно Что тут крутить И об этом мы еще чуть-чуть поговорим Я понимаю, Артур, это я вам отвечаю Зимой о том, что сертификация будут готовить Сертификация чего он вам говорил? Я вам конкретно говорю Сертификация чего? Нельзя сказать, что вот сертификация закончилась Она не закончится никогда Тем, кто были на экофесте По-моему, что-то аналогичное Анатолий Эдуардович отвечал Он сказал, что сертификация это вечный процесс, дорогие друзья А вот если мы говорим о том, что сертификация технологий Чтобы начинать строительство Настолько она уже проведена, дорогие друзья И мы не случайно начинаем Это из серии того, что не все таково, каковым она кажется мне Со стороны смотрящего на первый взгляд Пожалуйста, будьте, значит, внимательны Будьте компетентны Задавая вопросы Хорошо, что вы задаете вопросы Вы выясняете, супер Но когда вы передаете другим людям То не свое желание Или свои ожидания передавайте А передавайте то, что вы выяснили Поэтому этот процесс и есть процесс выяснения С чем я вас и поздравляю Итак, Skyway Capital Экофест Что дальше? Значит, я для начала У меня тут есть шпаргалки Вы уж меня простите У меня тут есть просто пункты поставленные Я с них кое-что говорю Значит, новая фаза сертификации Вот я коротко ответил Что такое новая фаза сертификации То есть постоянно идет сертификация элементов В данной ситуации вы слышали Это сертификация тормозной системы Механического торможения Аккумуляторных батарей Разгона Значит, кто-то говорил, что да, там Да какая основная скорость Еще нельзя выше Не просертифицировано до такой-то скорости Анатолий Эдуардович Я задал вопрос Я говорю, что Он говорит, ну как-то дурак Может разогнаться и до 300 км в час А что дальше будет Мы еще не испытывали ни разу Мы еще ни разу не проработали С повышением скорости Это нельзя делать Нельзя разогнаться Значит, от фонаря Сразу до 150 км Поэтому идет 35 Там есть свои определенные шаги С какой разгоняются Почему это так делается? Это делается в первую очередь Для того, чтобы каждую Скажем, ступень повышения скорости Отработать Найти минусы Что греха таить Дорогие друзья Я в какой-то степени разбираюсь Ну, скажем так В металлоконструкции Хотя я не специалист Потому что консультировал Работаюсь Много работал Сейчас не работаю С предприятиями Которые выпускают Машиностроение Которые выпускают Металлоконструкции Да Значит, скажем так Ну, на средненькую оценку Выполнены Эти металлоконструкции Которые установлены В Экотехнопарке Хотя Анатолий Эдуардович Уверен Он бился Его специалисты Которые принимали Есть целая группа Значит, качества В КБ Которые занимаются Этим вопросом Но это все не просто Партнеры Ну, они не родились Такими, какими Они должны быть Для Скавеи Понимаете, да? Это тоже Процесс Сертификации Наших партнеров То есть мы Все вместе Что греха той Мы сертифицируем Друг друга с вами Я сам сертифицируюсь Передаю вам информацию Отвечаю на ваши вопросы Это тоже идет Процесс сертификации Абсолютно так Иначе мы с вами Не подойдем Значит Я тут Обсуждал С одними инвесторами Значит Давайте Сейчас быстро Начнем адресный проект Тут С адресным проектом Тоже надо очень осторожно Начинать И четко представлять Что такое адресный проект Это не вбивание Лопаты Завтрашний день В землю Это проработка Информации Подготовка данных И так далее И так далее Здравствуйте Пожалуйста Расскажите Какие есть документы На ИРСС Холдинг Документы Есть все Они не выставлены Значит Все те же документы Абсолютно один к одному Возьмите ИРСС Холдинг Первый Или обычный ИРСС Холдинг Там все то же самое Один к одному Один к одному Вся документация Та же самая Понимаете Это очень мощный Блок Документов Который надо выставлять В виде меморандума Он сейчас Обновляется Меморандум По состоянию На этот год После Практически Уже все Аудиты Проведены И Просто так Втыкивать туда Документы Не имеет смысла Это очень Такая непростая Работа Поэтому Будет сформирован Новый меморандум И там все эти документы Будут Александр Днепр Так В меморандуме Указано только Первое Да Я ответил Надеюсь На ваш вопрос Проект Гораздо сложнее Чем Оказалось Лет 10 Будет Нет Валерий Значит Зачем Я говорю Вечно будет сертифицировать Дорогие друзья Ведь Вопрос в том Что Как бы вам сказать Мы Значит Для наглядности Вначале Я в том числе Кстати Говорил Что вот Сертификация Является Как бы Условием Того Чтобы вывести Технологию На мировой рынок Строительства Да Правильно Теперь начинаем Размотать Что за этой фразой Стоит Сертификация Основных элементов То есть Получение Разрешения Скажем так Не разрешения Даже А уверенности И описание Всех процедур Строительства Со стороны Нашей группы Компаний Скавей Да Со стороны Зао Струнной технологии По заказу Глобал транспорт Инвестмента То есть Материнской Компании Это значит Что Тогда есть На стол Положить документы Для того Чтобы Начинать Какой-то Конкретный Проект Эти проекты Параллельно Уже начаты Той же самой Индии Так далее Так далее В Австралии Идет мощный Процесс Это процесс Тоже Сертификации Процедур Кстати Чтобы вы знали Это Процесс Сертификации Процедур Кто Какая Организация Кто Начинает Обслуживать Наши Так называемые Надзорные Функции Над строительством Ведь вы Знаете Что в мире Ни одно Строительство Даже Маломальское Строительство Не осуществляется Тем более Транспортных Структур Не осуществляется Без Сопровождения Надзорных Организаций Со стороны Заказчиков Это все А что Они сегодня Знают Скайвей То что Это хорошая Технология Все Для них Надо подготовить Или вместе С ними Надо подготовить Мощный Срез документации Этим Всем Занимается Сейчас КБ И еще Очень много Предстоит Впереди Все Впереди Дорогие Друзья Поэтому Процесс Идет К нему Надо Относить Причем Что Самое Интересное То что Вы Понимаете Что Два Года Назад Два Года Назад Скажем В целом Не представлялось Четко И еще Те процессы Которые Сопутствуют Процессу Сертификации Поэтому Новая фаза Я не случайно Сказал Новая фаза Сертификации Началась Сейчас Она Дает Возможность Четко Подготовиться К следующему То есть Это дает Базу Для подготовки Инвестирования Новая фаза Инвестирования Началась Что тут Греха таить И Факт Остается Фактом Предприятия Уже Имеют Интерес Абсолютно Вот Не с фонаря Говорю Вам Я лично Общаюсь С предприятиями Они Очень Сильно Засуетили Я с ними Говорил Два Года Назад Они Похихиковали В рукав Сегодня Говорят Владимир Маркович Вы знаете Очень интересно Хотелось То Хотелось Бы Другое Вы Партнеры Скайвей А Нет Еще Ну Тогда Хотите Еще Дальше Дорогие Друзья Очередь Начинает Выстраиваться Просят Исходные Данные Просят Одно Просят Другое Вот Поэтому Предприятия Я уже не говорю О фондах О фондах Уже Многие Говорят А фонды Очень сильно Суетятся Они Видят Что Их Бизнес Стоит Рядом Это Крупный Бизнес Вот И Все Когда Переходим На Десятый Этап Когда Будем Переходить За две Недели До этого Точно Узнаете Я Думаю Так Что В этом Месяце Какая-то Информация Обязательно Будет Дайте Очухаться После После Экофеста И подготовить Встречу Президента Республики Беларусь В Экотехнопарке Это Тоже Не просто Дорогие Друзья За этим Стоят Тоже Определенные Моменты Вот К тому же Готовится Новый Визит Анатолия Двардовича В Индию Визит Абсолютно Рабочий Там Масса Вопросов И Как говорится Там Очень много Встреч И важных Уже Рабочих Встреч Не просто Так Что давайте Познакомимся Там Уже Абсолютно Рабочие Встречи Подписание Документов Вот И Что Очень важно Сегодня Что я еще Хочу сказать Вот Прежде чем Мы перейдем К сегодняшнему Вебинару Это то Что Идут Не только Сертификация Идет Сертификация Идет Процесс Развития Идет Процесс Подготовки Производства Понимаете Да А бизнес План Был Если кто Читал Внимательно Там Было Только Описание Подготовки И создания Эко Технопарка Понимаете И были Ссылки Что Подготовка Производства Все Теперь Кроме Того Здесь Нам Надо Очень Четко Представлять Что Еще Значит Это Не в ущерб А Скорее В поддержку Этого Дела Идет И Проектирование Двух Не Предвиденных Ну Как бы Двух Новых Трасс Транспортных Трасс С особыми Условиями Эксплуатации Которые Будут Тоже Сделаны Скорее Всего На В рамках Вот этого Эко-технопарка В котором Мы были Кто Были Кто Не Были Видели По Видеозаписям Вот Если Там Позволят Габариты И Условия Скажем Строительные Условия Это Надо Еще Согласовать Для Индии Это Значительно Рациональный Чем Ждать Пока До Определенной Стадии Будет Построена Индийская Эко-технопарк В Индии Поэтому Это Тоже Работа Это Отдельно Финансируется Но Она Требует Усилий Подготовка Производства Это Третий Крупный Блок Вот Сегодня Открыли Эко-технопарк Его Открыли Вот И Подготовка Производства Нашла Идет И будет Идти В дальнейшем Это Очень Важный Элемент Иначе От сертификации Будет Бублик То есть Я Просто Грубо Говорю Что Бублик Потому Что Ну И что Что Мы Сертифицировали Ну И сидим Сертифицирована Технология И Представьте Маслов Пришел на Рынок И говорит Друзья У нас Есть Вот такая Шикарная Технология Давайте Покупайте Наши Акции Ну Кто-то Купит Может быть Такой Прозорливый А Массового Как бы Массового Вхождения Все будут Ждать Проектов Строительства Идут Проекты В Индии Подготавливаются Договора Вот Что Важно А для Этого Нужно Производство На коленке Да 10 тысяч Унибусов Мы можем В год Выпускать Уже В этом Производстве Если есть Заказ Или Когда Есть Заказ Есть Финансирование Есть Работа То есть База Оценена Она Такова Но кроме Унибусов Надо еще Что-то Делать Это Все То О чем Я говорил Это И Надзорные Организации Нужно Привести А чтобы Их Привести В состояние Готовности Быть Надзирать Или Быть Надзорной Организацией За процессом Средства Должны Быть Стандарты Определенные Полное Описание Технологий Они Проверять Будут Соответствует То Что Делает Строитель Подрядчик Или Не Соответствует Принимать Или Не Принимать Эти Блоки Принимать Или Не Принимать Эти Узлы Принимать Или Не Принимать Бетонные Трасс Бетонные Извиняюсь Заливки И так Далее Масса Всяких Вопросов Дорогие Друзья Продемонстрируют В одну Например Юнитрак Он еще Совершенно В начальной Стадии Но он Стоит Уже На Транспортной Структуре Я Сейчас Вам Покажу Поэтому Все эти Вопросы Но Нельзя Забывать О четвертом Блоке Котором Тоже Надо Сейчас Заниматься Это Маркетинг Слава Богу Наша Деятельность С вами Она Служит Как Бы Задачам Маркетинга Но И голову Ну и Компании Этим Надо Начинать Заниматься А Ресурса На это Особого Нет Кроме Как Вот Определенные Ролики Определенные Там Моменты Поэтому Поэтому Дорогие Друзья Впереди Экофест Состоялся Он Значит Знаете Вот тут Хороша Поговорка Что Хотели Как Лучше А Получилось Лучше Чем Всегда Понятно Да Хотели Как Лучше А Получилось Лучше Чем Всегда Рекомендую Воспользоваться Этой Поговоркой Это Перефразировка Известной Поговорочки Так Значит С действующим В настоящее время Дисконтом Так С каким же Дисконтом Алекс Может взять Любое Количество Рассрочек В любое Время Да С каким же Дисконтом С действующим В настоящее время Дисконтом Смотрите Какие там Дисконты Стоит Технок В Канаде Я не знаю Кто в Канаде Хочет Строить И об этом Значит Мне этот вопрос Задавали Дорогие Друзья Я когда Посмотрел Это дело Ведь Я могу вам Сказать Что я хочу Строить Эко Технопарк В Скандинавии Я этим вопросом Занимаюсь Но это же Не значит Что его Построят В Скандинавии Ко всему Надо очень Критично Относиться Там Мурникс Где-то Занимается Где-то Маслов Бегает Ходит Разговаривает С различными Инвесторами Вы представляете Что такое Построить Эко Технопарк В Канаде 300 миллионов У Мурникса Есть эти деньги Правительство Четко подписалось Под этим Все остальное Точно так же Как ходят Уважаемый Значит Гиперлуп Элон Маск У него Очень мощная Очень мощная Маркетинговая работа Вот И поэтому У него есть деньги И он что-то делает Кое-кто из нас Кое-кто из нас К сожалению Кто занимается Скайвей Тоже пытается Подражать Но это не самый лучший Вид деятельности Поэтому Относитесь ко всему Достаточно критично Дорогие друзья Там с Канадами Там Инди Это факт Вот Давайте так делать Что Вся информация Которая идет С головной Компанией И Комментарии Которые к этому Дает Кэпитал Согласуя С головной Компанией Они Наиболее Реалистичны И приближены К истине Все остальное Надо пропускать Через определенную Призму Я это вам рекомендую Если у меня В этом месяце Закончилось Расскажу Я взять еще Вы должны Алекс Я например Как только заканчивается Святое место Пусто Не должно быть Был поток Поступлений Или скажем Вложение Инвестиций Если вам Нигде не прижимает Там эти 100 долларов Там 250 500 долларов Точно так же Берите новый пакет И начинайте его Снова инвестировать В рамках Ваших возможностей Не в ущерб Семейному Или личному Бюджету Поймите правильно Пробовать Не пробовали Да Итак дорогие друзья Переходим Значит К основной Теме Я Подготовил Ряд Извиняюсь Фотографии Слайдов И быстренько Прокомментирую Эко Технофест Экофест Это не Экофест Это фотография Со сцены Вы видите Да Фотография Со сцены Тех Кто успели Остаться В зале А это Практически Весь зал Тех Во время конференции Skyway Capital Мощнейший зал Люди стояли Частично Частично Не стояли Потому что Отрегулирован Это было Почти 600 человек Чуть больше Чем зал Мещает Вот Целый день Работали 10 человек Съездили В производство Кто были Об этом еще Услышите Увидите Далее Я специально Это хотел показать Это впечатляет Дорогие друзья И внушает Ну скажем Уверенность То что мы идем Идем мы командой Мощной командой Вот Видите С каким радостным Лицом Я тут стою Анатолий Эдуардович Значит Очень боялся Участвовать В этом мероприятии Ну как боялся Он говорит Ну вы понимаете Это же маркетинговое мероприятие Только-только Сейчас мы там От Литвы Как бы Обрехались В хорошем смысле Этого слова То есть Выиграли процесс Да Вот Не дай бог Кто-то еще что-нибудь Пришлет Боится человек И правильно Я его понимаю Я его еле-еле уговорил Когда мы Мы шли с ним Я его встречал Чтобы Поучаствовать Он говорит Я только Так буду чуть-чуть Но когда он узнал Что там народ Его ждет Он сказал Ладно Пошли Я с народом Всегда встречусь И большой ему Глубокий поклон Вот И Для него Он говорит Я не могу Не встретиться с людьми За счет которых Технология Оживает Начинает Жить И живет уже Поэтому он здесь Среди нас Дорогие друзья Тех кто были там Это не значит Что если вы там не были Он не среди вас Он и среди вас И это так Я вам это точно говорю И я в этом уверен Что я говорю Мероприятие Если кто не знакомился Может знакомились Тут видно Встреча То есть начался процесс 9 часов утра Закончилось 19 часов То есть абсолютно Мощный трудовой день Основная половина дня До трех часов Тут нету Не записано В 15 часов Началось Начался Начался процесс Приема пищи Я разделил Как бы на две части Я служил в армии Обед это святое Вот тем более из армейской кухни Прекрасно приготовленные блюда И начал накрапывать дождь Но тем не менее Проведение итогов конкурса состоялось Выступление Кавер-бенда Минское море Состоялось Все были очень довольны Причем независимо от возраста Значит Молодежь там отрывалась по полной Все были В желтых таких Специальных дождевиках Отлично И процесс шел Отправление началось После 6 часов Отправление в город Минск На автобусах Все было организовано На высшем уровне Никаких нареканий Охранные Охранная команда Которая там была привлечена Сказала Что мы еще Такого организованного мероприятия Нигде не видели То есть Это говорит о том Что главная компания Уже обретает Мощный опыт И это тоже В преддверии Будущих Великих Более великих дел Нельзя сказать Что то что мы сейчас сделаем Уже не великое дело Оно великое Дорогие друзья Вот процесс идет Вот это было Значит Перед Или во время выступления Анатолия Даровича Народ сидел На большой 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 площадке Ждал Причем здесь видите Видна транспортная Структура Это городской И высокоскоростного транспорта Да Здесь видно То же самое Но с другой стороны Отсюда Когда входишь Со входа Со входа Отсюда Здесь стоит 28-местный Юнибус Сейчас я вам покажу Видите Он стоит Не на трассе Пока еще А на Специальном Подставке Народ мог зайти Посидеть Вот Значит Все Потрогали Посмотрели Это сделанный Юнибус Это вторая Модификация Более Здесь Может быть Целый ряд Еще модулей Это может Намного Быть длиннее Вот Два Сапога Пара Головой Подумайте А не Подсекайте Другого Это вопрос Раньше Согласен Иногда Этот Экопарк Будет Финансировать Сама страна Не инвестирует Как сейчас Мы делаем Ладно Бог с ним Так Смотрите Значит Здесь Мы видим Юнитрак Он Для сыпучих Грузов Открывается Снизу Перевысыпается Что еще Интересно Значит И уже Выступил И Виктор Бабурин По-моему Где-то там По телевидению Что ли Высказался Я задавал Неоднократно Неоднократно Анатолий Гарбич Вопрос Какое-то время Назад он Относился К перевозке Существующих Контейнеров 20 и 40 Футовых Очень критично Но Вот для меня Является Очень Таким Положительным Индикатором То Что Он Не Скажем Он очень Критично Относится К процессу Всегда Осмысливает И не Исключает Возможностей Не упирается Вот я один Рассказал И все Абсолютно Рационально Продумали Да Действительно Мировая система Контейнеров Контейнерных Перевозок Она Существовала То есть Она Развивалась Развивается И будет Развиваться Еще Определенное Время Именно Такими Контейнерами Достаточно Долгое Время Скорее Всего Да Вот И не Учитывать Это И как-то Надо Подстраиваться Подстроились Очень быстро Никаких Проблем Сказано Можно Спокойно Есть Уже Разработанные Зацепные Устройства Этот Контейнер Можно 20 футовый Для 40 футового Там есть Несколько Нюансов Вот Можно Подцеплять И Пожалуйста Покатился Он Кто-то Спросил Ну его же Нельзя Со скоростью 350 Говорю А откуда Вы Взяли Что Грузы Будут Передвигаться Со скоростью 350 Км в Час 120 Км в Час Выше Крыши Вот Да Будет Немножко Больше Энергии Потому Что Он Очень Квадратный Вот Ну Ничего Страшного Может быть Эти Контейнеры Будут Двигаться Со скоростью 80 100 Км в Час Все Равно Это Быстрее Чем Средняя Скорость Движения На Фурах Вы Знаете Какая Средняя Скорость Движения Контейнерных Грузов На Фурах Она Чуть Чуть Больше 15 20 Км В Час Это Не Значит Что Фура Едет С Такой Скоростью Она Едет 80 И 90 Км Час Нельзя Быше Ехать Хотя Иногда Разгоняется После Этого Бывают Неприятности У водителей Фур Вот Но Средняя Скорость Их Передвижения С учетом Разных Там Простоев Достоев Переездов И так Далее Именно От 15 До 30 Км Час Это Максимум Есть Отрезки Где Чуть Быстрее То Есть Эта Система Дорогие друзья Тоже Развивается Далее Что здесь Очень интересно Очень плохо Видно Но Я вам Тут Скажу То Что я Запомнил Здесь Есть Где-то Вот В этом Месте По-моему Да Так Назваем Энергозатраты Это При Вот Такой Контейнер У которого Почти Две тонны Груза Две тонны Груза Да Плюс Его Свой Вес Там Сколько Несколько Сот Килограммов Да 300 Или 400 Килограммов Вот При 50 Км Скорости В час Это Затраты Энергии 2,2 КВт КВт Если Это Перевести На То Что Мы Привыкли Водить Кто Водит Автомобиль И знает Сколько На 100 Км Расходуется Топливо Да То Это Всего Лишь 550 Граммов Или Миллилитров Топлива На 100 Км Это Вообще Ничто Вот Теперь При 100 Км В час Скорости 100 Км В час Это Чуть Больше Это 4,7 КВт Энергии Затрачивается 1,2 Литра На 100 Км Движения Топлива Условного Жидкого И При 150 Км Это Будет 7 КВт И 1,8 Литра На 100 Км Абсолютно То есть Очень Уникальная Система И Это Мне Больше Всего Впечатлило В этой Таблице Я Поэтому Вам Я Значит Здесь Анкерная Опора Очень Качественно Сделана Я Уже Тут Хвастался Что я Чуть Чуть Разбираюсь Металлоконструкции Вот Я Там По ней Полазил Пощупал Посмотрел Швы Посмотрел Соединения Значит Постучал По Так Назваемым По Красочному Слою Понял Что Он Непростой И Спокойно Лет 50 Точно Продержится Если не Больше Вот Далее Вот Это Трасса Значит Грузового Это Грузового Да Грузового Транспорта Подвесная И Это Только Лишь Благодаря Подрядчикам Подрядчики Скажем так Ошиблись Поэтому Дорогие Друзья Здесь Еще Не до Конца Доведено И Грузовая Практически Она Вся Готова Там Есть Тоже Несколько Нюансов Но Трак Был Там Как бы Установлен Она Есть Так Всем привет Дорогие Друзья У нас Ехала С большими Препятствиями Мы Доехали Да Да Кстати О препятствиях Значит Скажу Так Что Многие Ехали С большими Препятствиями Но Проехали Там Проявили героизм Чтобы провести Материалы На конференцию И так далее И так далее То есть Дорогие друзья Все Кто Участвовали Проявили Определенную И Настойчивость И Последовательность Я в конце Еще на эту Тему скажу Меня Значит Мне не удалось Очередь стояла Мне не удалось Попитить Из этого ведра Но я Снял фотографию Где женщина Пьет Из ведра Вода Достается Из колодца Каждый День По-моему Или каждую неделю Обязательно Дается проба То есть Это один из элементов Экологического Мониторинга Сей территории Вот Смотрите Здесь Я почему Не потому что Я себя очень уважаю Хотя Я себя достаточно уважаю Я очень уважаю Людей Это два человека Приехали С Значит Издалека Из очень Забайкалья Они ехали С 10 Июня Приехали Специально У них такая машина Машина даже Минибус Мини Такой Ну как бы Где можно В одном В одной Автомобиле Переночевать И так далее Встали рядом Из Иркутска Да Спасибо Спасибо Александр Они приехали Из Иркутска Я с ними познакомился Абсолютно Позитивные люди Вот Они говорят Что Это путешествие Века Они проехали 6 Более 60 тысяч Километров В один конец И им предстоит Такой же Такой же Путь обратно Большой Поклон Перед этими людьми Я Я с большой радостью С ними познакомился Далее Значит Состоялась конференция Вот Это момент Где Анатолий Дарвич Пришел Я как бы Представил И дальше уже Началось Там Позадавали Немножко вопросов Но не стали Там Он просто стал Общаться с людьми Так Вот Мне посчастливилось Воочию Познакомиться С Сестрой Анатолия Дарвича Вот здесь Наша фотография Очень приятный человек И не только потому Что она сестра Анатолия Эдуардовича Сама по себе Интересный человек И в беседе Хотя К сожалению И не удалось Долго там Побеседовать Вот Пообщаться Далее Смотрите Дорогие друзья Я не случайно Сюда Вклинил Снимок Сентябрь 2015 Миллиона По-моему Если я не ошибаюсь Или там Миллион шестьсот Или миллион триста Ну не важно Больше Миллиона долларов Дорогие друзья Поэтому его фигура Сегодня там у нас На чате Люди гонялись За его Как бы Изображением Его потом Нашли Его фигуру Уже там Аллея Начинает Выстраиваться Людей Которые Проинвестировали Мне Задали Кто-то Задал вопрос А почему там Анатолий Эдуардович Он тоже Один из Крупных Инвесторов В эту технологию И именно Финансовых Инвесторов Дорогие друзья Так что Процесс идет Я Немножко Побеседовал С Терехиным Он говорит Я Приехал С большим Удовольствием Участвую И Уезжаю Отсюда С уверенностью Что я еще Буду инвестировать Сюда Смотрите Теперь Смотрите Значит Здесь Я просто Напоминаю вам Девятый этап Он Уже на исходе Десятый этап На подходе Вот 25 25 25 Дисконт Такие Какие есть Поэтому Принимайте Решение Процесс Идет Значит Еще раз О продаже Или покупке Акции Об этом Сейчас Не буду Больше Говорить Просто Напомню Потому что Там мне Тоже Сдавали Вопросы Я еще Раз хочу Сказать Смотрите Это не значит Что так Будет Это Пример Для того Чтобы Поразмышлять В этом Направлении 100 акций Значит На десятом этапе На десятом этапе Стоимость Скажем так Инвестирование И получение 100 тысяч акций Будет Где-то 742 доллара За 100 тысяч акций Полученных в залог Обойдутся инвестору Вот такую сумму Это значит Что Компания Евразия Нерелск Авиэсистем Холдинг 2 Или Евразия Нерелск Авиэсистем Холдинг 1 Ну или Одна из них Да Она может Спокойно Спокойно За половину Стоимости За половину Стоимости Начинать Покупать От людей Ну Казалось бы 742 371 Но если Ты приобретал На пятом этапе За 166 100 тысяч акций Ну Получишь 371 Да Есть какая-то Разница А если у тебя Был миллион акций Ты хочешь От него избавиться Ну Там было 1600 Получишь 3710 На следующем Одиннадцатом этапе Эта сумма Еще интереснее Это я к чему Вам все говорю Дорогие друзья С каждым Последующим этапом Будет это все Интереснее И интереснее Почему сейчас Прямо Вот как задал вопрос Как получил ответ Почему сейчас Этим компаниям Некому Заниматься Этим Дорогие друзья В головной Компании Мне было Прямо Вы представляете Это мы Начнем Тогда Мелкую торговлю В ущерб Процессу Инвестирования И Что самое Главное В ущерб Сертификации То есть Всего строительства Экотехнопарка Но этот процесс Надо подготовить Я так думаю Что вот Я сам начал Немножко так Изменил Свою Логику Мышления Что Имеет смысл К этому подходить Не ранее чем Не ранее чем Одиннадцатый Двенадцатый Этап Видите Одиннадцатый Двенадцатый Тут у нас Дисконты будут Там уже начнет Быть Больше Более высоко И процесс Абсолютно Адекватный Сто тысячи акций Кто-то приобрел За тысячу долларов Или стал Владельцем Этих акций Значит Акции Вы купили За пять Тысяч За шесть с половиной За семь с половиной Прибыль У человека Если за пять тысяч А вот Это вполне реально Вот оно Пожалуйста На этом Этапе На одиннадцатом Этапе Это вполне реально За пять Видите Сто тысяч Это за пятьсот А миллион За пять тысяч Вот он Двенадцатый этап Или одиннадцатый этап Одиннадцатый этап За пять тысяч А может быть Это будет и шесть с половиной Тысяч А может быть И семь с половиной Но уже даже Если это за пять тысяч Будет А это всего лишь Только Всего лишь только Половина От суммы Половина от суммы так называемой инвестиционной дисконтной, ну как бы объема или, ну стоимости, скажем, инвестиций, можно так себе стоимости обретения, владения этими акциями, то получается 400% прибыли, 400%, да, 500 минус 100, это 133% годовых, как минимум, вот. Поэтому это такие, знаете, вот на коленке, ну 133, 99, я там говорил на одном из вебинаров, что 99, там я более точно считал, все зависит от того, какой будет, какие будут дисконты и как, но самое-то главное то, что смотрите, какой расчет и кому это выгодно. Выгодно инвестору, которого прижало, да, Евразия, Нарелевская авиация, Иванова, выкупает за 5 тысяч, вот он этот пример, за 5 тысяч, вот, за 5 тысяч. Так, что тогда происходит? Отдает под инвестиции Петрова, но Петров инвестирует 9 600, потому что дисконт такой, из этого 5 тысяч уходит товарищу или господину Иванову, отдается, а 4 600 это прибыль компании. И что самое главное, компании не надо идти брать из реестра или из регистра новые акции. В оборот под инвестицию ушли миллион акций, которые были уже в обороте. Выгодно? Выгодно, поэтому ждите, как только этот процесс будет подготовлен, он начнется. Кому приспичило, смогут реализовать на внутреннем, как бы, рынке, но его надо организовать, и это не надо кому-то передавать, если у меня кто-то спросит совета. Я всегда обосну и скажу, что это надо делать компанией самой, но к этому надо привлекать людей, вот, одного-двух человек, которые бы организовали этот процесс. Потому что здесь самое трудное место, это так называемая продажа дырок в сыре. Иванов продал что-то или отдал обратно свои, продал акции. Петров там посмотрел, тоже ему приспичило, он часть от миллиона продал. Акции номер такой-то, номер такой-то отсюда, номер такой-то. Какая мне разница? А масло взял и купил. Значит, 100 тысяч номер такой-то, номер такой-то, 100 тысяч еще такой. А 800 тысяч от такого-то, вот, миллион купил, приобрел. То есть, ну, это все будет делать, скажем, специальная программа, это все делается, это достаточно простой процесс. Так что, так что все реально и возможно, дорогие друзья. И, так, я еще не благодарю вас за внимание. И у меня есть вам еще одна хорошая новость, или вернее информация. Смотрите, значит, у нас здесь есть, наконец, родилась брошюра. Это ее, как бы, дедам, или, скажем, родителям этой брошюры явилась та справка, которую я вам тут распространял уже несколько месяцев назад. Она, ею самой я пользовался еще с прошлого года. Смотрите, что здесь у нас есть. Значит, она была напечатана, но я сейчас покажу. У нее тут одна ошибка вкралась. Эта справка, это как бы разворот, разворот вот такого, видите, вот он, разворот, такая книжка, да, вот Skyway. Это одна сторона, это другая задняя сторона. Здесь есть место, вот с этой стороны, видите, да, вот здесь, где можно, где можно что-то написать, ну, скажем, свои книги. Свои какие-то параметры, передавая эту брошюру кому-то. Вот, далее смотрим, что внутри. Внутри, на развороте, она вот так вот разворачивается, видите, да. Вот она разворачивается таким образом, оп, оп. Первая страница. На русском и на английском языке. На русском языке и на английском языке. Здесь все есть. Что такое Skyway? Очень коротко, сжато, так же, как в справке было. Идем в следующее. Преимущества технологий Skyway. Здесь вкрались ошибки вот здесь внизу. Преимущества технологий Skyway в сравнении с железнодорожным, монорельсовым, автодорожным и на магнитной подушке. Значит, капитальные затраты ниже в 2, от 2 до 18 раз. Эксплуатационные расходы ниже от 2 до 30 раз, в зависимости от того, с каким видом транспорта мы сравниваем. Загрязнение окружающей среды ниже от половины, ну, скажем, в пол раза или в 100 раз, в зависимости от виза транспорта. И транспортная аварийность ниже в 2-10 раз. А где взять? Сейчас ведется перепечатка и можно заказывать будет. Она выпускается в Риге. Далее, значит, это преимущество. Далее идет виды транспорта. Городской, городской, так далее, так далее. Все основные виды. Далее смотрим. Эко-технопарк. Основные элементы по эко-технопарку. То есть человек, который листает, он все видит. Теперь структура группы компаний Skyway. Все основное на русском до сих пор, на английском до сих пор. Все очень четко описано, без лишних фраз. Да, требует иногда посидеть и вчитаться фразу, чтобы ее понять. Но ничего сложного здесь нет. Далее, инвестирование возможностей и направленность. Инвестирование возможностей и направленность. Все здесь написано. И последняя страница – это инвестиционный продукт, его описание. Вот здесь есть то, о чем мы говорили. У человека есть возможность, он инвестор, получает залог акций, становится или акционером ERSS-холдинг, или кредитором. То, о чем мы уже неоднократно говорили. То есть, эта брошюра дает полные возможности поддерживать процесс и участвовать в уникальном, использовать уникальный шанс, который бывает раз в жизни. Ну, кому-то везет, может быть, два раза в жизни бывает, но не такой шикарный, как этот. Поэтому эта брошюра подготовлена сейчас и будет распространяться. Она не устареет до скончания дней, поэтому ее можно использовать. А в электронном виде такой же скачать нельзя. Еще PDF-а нету. Есть такой вид, я могу, когда мы договоримся, я смогу ее вот где-то выставить. Вот этот файл, который здесь, он где-то порядка, по-моему, 12 мегабайт. Его можно будет поставить. Ну, ничего, Приднестровье, мы еще сфотографируемся. Зато мы пообнимались с вами. Очень приятно, дорогие друзья. Я еще хочу сказать всем, кто, к сожалению, не смог поучаствовать по разным причинам, но это не первый и не последний, теперь можно уже так сказать, экофест. Вот. Я вам скажу так, что это такой мощный заряд, у меня начинался насморк перед экофестом. Я получил настолько мощный, хороший энергетический заряд, что у меня не только, значит, насморк прошел, а у меня еще и глаз стал видеть лучше. Один, который все время тут барахлил. Прицельный глаз по разным причинам. Это отдельная история. Вот. Ну, это не шутка, это вполне реально, дорогие друзья. Потому что, действительно, вот это участие в экофесте, это еще и так называемая процедура и процесс укрепления иммунной системы. Что я под этим подразумеваю? Под теми, устранением тех сомнений, которые в нас закрадывают. Ведь наш оппонент, который сидит у нас за левым плечом, да, некоторые каббалисты называют его Сатан или Сатан, вот, он постоянно, это наше маленькое я, которое хочет превалировать, и она нам всегда нашептывает. А иногда эту роль занимает сосед, иногда лучший друг, иногда супруга и так далее, и так далее. Иногда дети. Я это проходил, у меня дети задавали мне вопросы, говорю, отец, ты куда пошел? Вот. А сейчас, скажем так, они очень мощно. Я никого не убеждал, я говорю, следите за информацией, за процессом, друзья. И они сейчас вот были уже и со мной там, и участвуют в процессе, помогают, помогают здесь подготавливать информацию, презентовать ее по Эстонии, вот, подготавливать адресные проекты, так что процесс идет, и видят, что за этим мощное будущее. Начинают думать, мне советовать даже уже, уже с позиции их компетенции. Они намного компетентнее меня уже. Вот. Так что, так что это очень хорошо. Значит, причем вот смотрите, дочь, она переводчик, одна из дочерей. Три дочери у нас, один сын, вот, на двоих с супругой. Одна переводчика финского языка, причем нотариальный переводчик, имеет лицензию государственную. Вот. Она послушала, как бы так, поприслушивалась, перевела массу материала на финский язык. Очень качественно, потому что она технический переводчик, еще кроме всего прочего. Хорошо, она достаточно долго участвовала в переговорах с железной дорогой, российскими железными дорогами и так далее. То есть, она транспорт не понаслышке знает. Вот. Сын, консультант, маркетолог и так далее, он мощно, хорошо подготавливает инвестиционные проекты. Специалист, владеет разными техниками, расчетными и так далее. Тоже участвует в этом процессе. То есть, поэтому, это мощная система. А когда я вот пришел, показал, обратно вернулся, показал фотографии, говорю, да, вы там не на шутку разогнались, друзья. То есть, это все очень значимо. Поэтому, я хочу поздравить всех тех, кто там бывали, еще больше поздравить тех, кто там не смогли побывать. У вас еще многое впереди. Вот. И не всегда важно быть на месте, важно быть душой и своим, как бы, большим я в таких процессах. Вот. И всегда именно видеть положительные моменты. Но не упускать и отрицательные. Учиться на каких-то просчетах. Они всегда во всех процессах есть. И поэтому все идет наилучшим образом, другие друзья. Теперь я еще раз отвечу на кое-какие вопросы. Значит, я на заключение сегодняшнего вебинара остановлюсь. Артур задавал очень такой, как бы, жесткий вопрос. Демонстрации испытаний. Значит, Экофест, там, что вот еще в конце года обещал в мае, там, в июне-июль уже, 1 июля уже середина лета. Еще только открывается, когда сертификация будет. Еще раз, дорогие друзья, значит, по вопросу демонстрации испытаний. Я не случайно в начале, кто был, показал ролик, где идет испытание. Это не просто прогон. Нам показали, как проехался ролик. Как проехалось... Вот я вам сейчас быстро его покажу еще раз, да? Пардон, не это. Не это, это сейчас. Значит, вот он здесь. Сегодня же вы можете стать очевидцами тестов 14-местного ЮНИБУСа. В день посещения Мариной Горки, нашей съемочной группой, инженерами-испытателями подвижного состава осуществлялась проверка сборки резервных аккумуляторов на показания по пробегу, выяснялось соответствие расчетных показателей полученным. Говоря простым, понятным языком, насколько хватит заряда батареи при движении в автономном аварийном режиме. Кроме этого, проверялась динамика разгона и торможения ЮНИБУСа мотор-колесами, производилась отладка гидравлической тормозной системы с контролем показателей и характеристик, а также отладка, устранение неисправностей и проверка работоспособности всех систем транспортного средства в долгосрочной перспективе. И это значит, дорогие друзья, видите, только пять элементов. Это значит, что идет сертификация, я бы так сказал, если говорить вот обобщенно, она идет фрагментами. Отрабатываются эти системы, они сертифицируются, проверяются, регистрируются. И так во всем. И этот процесс идет. Причем тотальных испытаний. Да, если есть такой заказ, ну, можно сделать. Анатолий Доварович говорит, я не люблю так называемых, как бы, показушных каких-то вот мероприятий. Но если надо, проведем, покажем. Но тогда, когда это можно будет делать? Потому что я вам уже сказал, что разгонять нельзя раньше, чем не пройдены все фазы. Раз. И так далее, и так далее. То есть, ко всему надо поэтапно подходить. Вот. И когда все узлы будут отработаны, мы увидим, значит, целый блок прогона. И сможем, как бы, более подробно его наблюдать. Поэтому, таким образом, дорогие друзья, процесс идет. Я вас еще раз поздравляю. Вот. И желаю успехов. Те, кто не отдохнул, обязательно отдохните летом. Вот. У нас, тем не менее, не получается, лично у меня и вот у коллег, у нас из Capital, не получается как-то там тотально отдохнуть. Но, скажем, 2-3 дня мы постараемся в течение лета найти. Потому что впереди очень много поездок. Как грузинская делегация, вот, должна приехать, есть целый ряд согласовательных мероприятий. Вот. И поэтому этот процесс не дает стареть. Что самое главное. И это я вам говорю точно. Вот. И поэтому я вам всем желаю того же. Берегите себя, берегите своих близких, будьте здоровы, благополучия всем и процветания. Строй сковей, спасай планету. И это действительно, с каждым днем я все больше и больше убеждаюсь, что это так. Но об этом мы будем говорить еще в следующие разы. До следующих встреч. Всего доброго всем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok